Аналогов продукции, которую сегодня выпускает станция, в республике нет. Молоко, к примеру, поступает сюда от особенных коров, которые даются только под классическую музыку. На выходе продукт не требует дополнительного кипячения и не содержит консервантов, как, впрочем, и творог, и самый ценный кисломолочный ацидолакт. Потому срок их хранения всего 36 часов. Больше не позволяет и негерметичная упаковка. Отсюда невозможность розничной реализации. С каждым месяцем у нас количество продукции увеличивается. Это очень радует. Значит, родители осознают, что детям наша продукция необходима. И, соответственно, значит, и детей у нас в городе прибавляется. В среднем за день станция выпускает до 5000 порций. Это для тех, кому врач прописал, и чей возраст не больше трех лет. Но желающих даже покупать продукцию в разы больше. Вот только сегодняшние мощности не позволяют удовлетворить все потребности. Оборудование у нас 99,9% выработало. Выработало не один срок, да, а два срока эксплуатации. Оно практически все подлежит списанию, кроме автомата для фасовки творога. Станции 24 года. Проект реконструкции, или, как его еще называют, создание детского молочного мини-комбината, уже разработан и сейчас проходит экспертизу. Он включает капитальный ремонт здания и оснащение новейшим оборудованием. Это позволит увеличить мощности предприятия в три раза и запустить продукцию, которой аналогов, в общем-то, в Мордовии нет. Продукция будет рассчитана не только на детей раннего возраста, но и на детей школьного и дошкольного возраста, в общем-то, на все возрастные группы населения. Планируется также заменить стеклянную тару на одноразовую, более герметичную. За счет этого до пяти суток увеличится срок хранения продукции. Ее насысят витаминами и микроэлементами. А вот консервантам и красителям, как и прежде, не будет места. Таким образом, продукцию смогут приобретать не только в столице, но и в мордовской глубинке. Юлия Резванова, Александр Можанов, Вести, Мордовия.